Сегодня у нас перекрытие бровей. Один из самых сложных случаев, который случается, когда работают либо новички, которые не знают, как подобрать пигмент, и вообще, в принципе, какие пигменты выбрать, и работают чем попало, чем подешевле, или, возможно, чем продали во время обучения. И конкретно эта работа сделана косметологом, который, ну, как и все косметологи, занимается всем подряд. Уколы, инъекции, чистки, биоревитализации, лазеры и так далее, в том числе татуаж, и он как бы везде по чуть-чуть знает, и толком, вот конкретно, допустим, у татуажа ничего не знает, как выбрать пигменты, скорее всего, вот как показывает этот кейс тоже. Более того, это был косметологический центр, не дешевый, в Москве человек доверился и получил на выходе многоцветные брови, причем самые сложные к исправлению, потому что два оттенка, и они оба холодные, а зеленый цвет не удаляется лазером. Ну, мне повезло дважды, что с первым, что со вторым татуажем. Первый татуаж я делала лет 11-12 назад, это еще были первые всплески только татуажа, как таковой вы не делали еще. Делала в салоне, салон достаточно известный был, вот обратилась к ним, ну, у них косметология на тот момент только развивалась. Сделала вроде бы все хорошо, несколько лет было все нормально, ну, пигмент перешел в ярко-розовый, малиновый цвет. Второй раз я перекрывала уже в другом городе, в другом салоне, тоже немалоизвестном, это салон стоматологический был, который открыл косметологию, и, как бы, отзывы, в принципе, были достаточно неплохие. Ну, вот тоже сделали, перекрыли. Первый год вроде бы было ничего, потом пошла зелень, и на протяжении последнего года, в принципе, я не могла найти мастера, который вообще взялся бы все это перекрыть. Они говорили, о, не, мы такое-то не перекрываем, мы не сможем. Не брались просто. Просто не брались, да, просто не брались, потому что я вот вообще рада, что попала, надеюсь, что третья попытка будет идеальна. Для мастеров совет, ни в коем случае не делайте перекрытие при помощи обычного пигмента, потому что это, по сути, не перекрытие, а попытка закрасить. Это ни к чему не приведет, потому что слой просто будет просвечиваться через короткое время снова. Возможно, кстати, еще и усугубится оттенок негативный, поэтому перекрывать нужно каждый отдельно цвет, разными оттенками. И как раз сейчас мы снимаем видео для вебинара по перекрытию, и этот случай, конечно, будет рассмотрен на нем отдельно, и я буду многое подробно говорить и показывать зажившие работы. Но работа эта сложная, и, кстати, никогда нельзя делать на одной процедуре перекрытие корректорами и тут же еще сверху закрашивать и менять форму, потому что надо отследить, посмотреть, как заживет, и только потом, возможно, менять форму, если цвет ляжет. Если вдруг вы мастер и вам интересен этот вебинар, то ссылка на него будет в описании к этому видео. Я закончила процедуру коррекции, коррекции корректорами. Это, возможно, не единичная процедура, потому что как заживет, мы должны посмотреть через месяц. Если будет недостаточно изменения цвета, то есть он не станет таким коричневым, который я ожидаю, то, возможно, нужно будет еще раз поработать. А если цвет меня устроит, то уже мы будем менять форму, которая, как вы видите, тоже далека от идеальной. Ее хотя бы, возможно, попытаться изменить в нормальную. Поэтому, если вы выбираете мастера, пожалуйста, узнавайте, как уходят его работы через время, то есть через какой цвет. Потому что пигменты, которыми работает мастер, это важно. Ну и, конечно, смотрите на форму, потому что, опять повторюсь, эта форма, которая получилась, она стала более как бы такая видная из-за того, что пигмент яркий сразу после коррекции. И она, конечно, очень далека от идеала, но ее можно попытаться исправить. Мораль этого видео такова. Выбирайте тщательно студию или мастера, у которого вы будете делать процедуру. Чтобы получить хорошую процедуру от нашей студии, переходите по ссылке в описании к этому видео и записывайтесь онлайн. Ну и всем красивых бровей, всем пока!